всем добрый вечер добрый вечер я сейчас просто подключу наушники потому что у меня что-то с наушниками что-то сейчас на минуту пожалуйста вы меня слышите сейчас слышим но слабо а вот сейчас наверно уже перешел он на наушники она скажите нормально сейчас да да слышно меня зовут давид я у вас уже был а я поняла приблизительно не он адекватный человек вот смотрите ребята я вот слышал разговор да вы разговариваете обсуждаете историю и последний раз ворон помните прекрасно что все-таки я говорил об этом что каждый из нас пусть изучает свою историю и каждый из нас как-то останется в своем доме и не будем указывать друг другу что у вас дома творится что у нас дома творится да это очень важная вещь потому что когда мы будем проходить границы да и учить друг другу как каждый человек должен жить у себя дома это неправильно потому что вы лично живете у себя дома я думаю никто не имеет права приходить приходить к вам домой и вас учить хорошо я с вами согласна извиняюсь да и долго ждал вас да и хочу сказать одно очень важную вещь который создает конфликт между нами вот вот это когда мы заходим к вам домой вы заходите ко мне домой учим как друг другу жить это дело надо я думаю прекращать все таки потому что лучше меня мою историю никто не знает тема меняется за историю пошли я просто вам хочу одно сказать что мой дом дом моей родины это карабах так имейте пожалуйста честь армяне не заходить в мой дом и не указывать мне как жить в моем карабахе согласны надеюсь я сейчас я сейчас у вас в airline я сейчас у вас в фильме нахожусь я не у вас дома нахожусь я вас сейчас в вашем эфире нахожусь я я отвечаю на ваши слова вы же говорите давайте смотрите смотрите вы знаете вашу историю хорошо знаете1 дай бог я хорошо знаю местная от это хорошо что вы знаете вашу историю. Так что давайте вы не учите меня мою историю, пожалуйста. Ладно, Давид, подожди, Давид. Давай остановимся на этой точке. Дальше мы будем говорить. Послушай меня. Послушай меня, Давид. Слушаем. Во-первых, вот ты то, что говоришь, вот я с тобой согласен, чтобы не мутить, не заходить. Мы общаемся здесь, армяне заходят и начинают нас учить. Карабах это не ваш. А хотя, Давид, ты умный, разумный человек. Я знаю, что ты, как говорится, измени, пожалуйста, дружи с своей головой. Потому что я твой первый был, ты очень хорошо общаешься с людьми. Но ты это прекрасно знаешь, что Карабах это азербайджанская территория. Ты это прекрасно знаешь. Ты знаешь, что кто куда переселился. И нам это хотят обратно доказать. Хотя есть история, есть письменности двухсотлетней, трехсотлетней давности. И эти письменности все на месте и они есть. И ты мне хочешь доказать, что это мой дом. Если хочешь знать, если хочешь знать, именно что вот предки наши, мои предки, жили на территории Иривана. Я сейчас, я тебе скажу. И ты мне хочешь сказать, что это мой дом? Вот Ириван мой дом. Вот Ириван мой дом. Мой дом Ириван. Про прадеда в Ириване был Яйлах. У него были животные, которые они держали. Боевала, там, не знаю, бараны. Ну, весь скот. Яйлах был на горах Армении. Вот нынешней сейчас Армении. И ты хочешь мне доказать, что это мой дом? Пойду? Давайте как-то... Хорошо, слушаем. Я не буду вас как-то долго задерживать. Смотрите, я сейчас хочу вам попросить в одном просьбе, ребята. Давайте мы с вами, да, как вы живете у себя дома со своим соседем, да, вот эту линию, которая ставлена, да, мы останемся на наших вот этих линиях. Пусть наши политики сидят, которые сейчас сидят, об этом работают, пусть они об этом занимаются, и с этим историем, и политическим вопросом. А мы, ребята, не будем друг друга тыкать, и пытаться сказать, что вы плохи, вы плохи, вы плохи, вы плохи, вы плохи, вы плохи, вы плохи. Это раз. Во-вторых, я сейчас хочу обратиться с моим армянам. Армяне, мои дорогие, не заходите эфиры, где вы здесь будете спорить. Вы говорите о том, что давайте не будем лезть друг к другу домой. А я вопрос задаю армянам. Вы уже залезли к нам в наш Карабах. Какой домой? Вы уже нам указывали там, что самоопределение мы хотим, не знаю, что мы хотим. Мы вам говорим, ребят, Карабах, это Азербайджан, не лезьте к нам, и мы не полезем к вам. Вот и все. Вы говорите о том, что правители пускай решают, но вы забыли о том, что кроме правителей в этой войне задействованы и народы, и люди, которые отдали свои жизни. И это не только правителей касается, а именно воевали и умерли солдаты, люди жизни. Вы понимаете? Аля, вы знаете свою историю хорошо? Ну и? Насколько надо, знаю. Пожалуйста, меня не убеждайте о том, вашу историю. Вашу историю, если вы знаете, я вас приветствую очень хорошо. Но не питайтесь меня убеждать в том, что... Зачем мне вас убеждать? Я вам просто задам элементарный вопрос. Вы признаете четыре резолюции ООН и так весь СНГ и вообще всем миром признанную территориальную целостность Азербайджана, что Карабах это Азербайджан? Я лично признаю только один фактор. Когда есть человечество, людские понятия, люди живут между собой. Нет, по факту. Я вот видите, я вам задаю вопрос фактически, я его перекручиваю и не даю пять лет. Я не выкручиваю, я вам говорю прямо. Я признаю в этом мире, где живут восемь миллиардов людей, Аля, когда люди живут по человеческим понятиям и один к друг другу домой не заходят. Очень человеческие понятия в девяностых выкинуть миллион беженцев с Карабаха, а потом сказать, что Карабах это Армения. Очень человеческие понятия. Прям я не могу от этих понятий. И до сих пор из-за этого мы сражаемся и вот ведем вот эти дискуссии. Очень человеческие. Вы сейчас вам приятного эфира. Поговорите. Каждый имеет право поговорить о чем он хочет в своем истории, со своими в своем истории.